Доброе утро! 14 сентября завершился этап Кубка мира по кайтбордингу. В женском зачете победила российская звезда этого вида парусного спорта, многократная чемпионка Европы и мира, номинант всемирной премии Sailor of the Year, спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина. Елена Калинина в нашей студии. Просим любить и жаловать Лену. Доброе утро! Здравствуйте! Мы вас поздравляем. Это победа. Да, мы вас поздравляем. Приятно, что вы принесли вот этот свой приз, вот этот кубок. Я надеюсь, операторы, да, уже показывают. Я так понимаю, это хвост какого-то морского животного. Да, я думаю, кита. Да. О, все, у нас в студии практически кит. Насколько известно нам с Андреем, гонки проходили в такую достаточно суровую погоду. Это и большие волны, и даже, может быть, предштормовое состояние моря. Как вы вообще с этим справлялись? Откуда брали силы? Вообще легко ли это сделать такой хрупкой девушке, принцессе практически? Ну, конечно, это непросто. Да, условия были непростые. Были большие волны, сильный ветер. Но так как я занимаюсь этим профессионально, для меня это привычная ситуация. И нужно просто делать свое дело и не обращать внимания на... На эти мелочи, на этот шторм. Да, эти мелочи. Ну вот мы увидим сейчас... Нет, не сейчас. Я надеюсь, что наши телезрители увидят кадры. Вообще, что это такое кайтбординг. Хотя очень многие видели, особенно кто живет на побережье Финского залива, рядышком с Васильевским островом, на Крестовском. Вообще, о развитии этого вида спорта, насколько он становится сейчас более или менее популярен в нашем городе. Потому что, несмотря на то, что воды у нас много, у нас не так тепло в нашем регионе. Зато ветра тоже хватает. Да. Вообще, этот вид спорта активно развивается. Он достаточно молодой. И в Петербурге летом катаются по воде, а зимой, как правило, по льду. А по льду? Да. И сейчас оборудование совершенствуется. То есть можно выходить на воду даже в очень холодную погоду. Потому что есть специальные гидрокостюмы, специальная одежда. И, в принципе, есть люди, которые круглый год под кайтом катаются тем или иным способом в Петербурге. Лена, вот можете пояснить нам? Вот я слышала такое сочетание слов, как кайтсерфинг, а кайтбординг — это немножечко другое. Вот чем отличается от кайтсерфинга? Вообще, это игра слов. Но, в принципе, кайтбординг — это собирательное понятие для всех видов такого спорта. Я прошу прощения, вы же стали крестной мамой Полтавы, да? Это вот тот самый момент, мы сейчас увидели. Как корабль Полтава. Деревянный, который так долго строился у нас. Да, легендарный корабль. А вам предложили, это ваша инициатива была, вы просто позвонили, я не знаю, строителям и сказали, я хочу. Все-таки такой интересный момент биографии «Крестная мама корабля». Мне предложил яхт-клуб, за который я выступаю, и мне сказали, что вот чем моложе «Крестная мама», тем дольше корабль будет. А, это примета такая. То есть мы, Андрей, с тобой не можем уже Аврору покрестить не сможем. Да, расскажите вообще об этом виде спорта, с какого возраста вы начинаете, с какого возраста вы рекомендуете начинать тем, кто действительно вот такими делами интересуется. Я начала заниматься где-то 8 лет, но вообще именно кайтингом рекомендуют заниматься с 10-12 лет, потому что очень много факторов сочетается в один момент, и со всем юным людям сложно с этим справиться. Но, ну да, где-то с 10-12 лет можно вполне осваивать. В осознанном таком возрасте уже. Лен, а вот я знаю, что кайтбординг стал олимпийским видом спорта, насколько я понимаю, и в связи с этим у вас есть какие-то планы? Поделитесь. Да, его включили в программу Олимпийских игр 2024 года, то есть еще довольно не скоро, но, с другой стороны, скоро я бы хотела попробовать попасть на это соревнование. Вот этого мы вам желаем, в первую очередь, во-вторых, мы вас благодарим за победу, которую принесли нашей стране, нашему городу, нашему яхт-флопу петербургскому, ну и, конечно же, развитие этого вида его спорта, потому что это красиво, это здорово, это, ну, вот в другом, например, российском каком-то городе, например, в Москве, этим заниматься невозможно. Да, там недостаточно ветра. Лен, вас благодарим, спасибо, что принесли нам практически кита, желаем вам дальнейших успехов, друзья. Но мы же продолжаем, и прямо сейчас слово Михаилу Шалю, который занялся очень мужской профессией, очень.